Здравствуйте на телеканале Десна ТВ новости в студии Олег Соловьев. Главные темы сегодня. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В условиях пандемии необходимо данные меры ужесточать. Для того, чтобы и обезопасить окружающих, и самих себя от этого заболевать. Волонтерская акция «Протяни руку» помогает в борьбе с коронавирусом. Они сохраняют мне жизнь, так сказать, здоровье. Так что от души спасибо огромное. 28 октября прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Уже традиционно в дистанционном формате руководители подразделений города доложили главе Десногорска о текущей эпидемиологической ситуации. В медико-санитарной части развернуто для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией 70 коек. На утро сегодняшнего дня госпитализировано 60 человек. Пока что проблем с госпитализацией у нас нет. Резерв коек есть. Больных коронавирусом в Десногорске за неделю стало больше на 87 человек. По данным ФМБА, суммарный показатель на 28 октября составляет 613 случаев. Из них выздоровевших – 399 человек. Коэффициент распространенности инфекции на сегодня составил 0,7, при норме не более 0,8. Свободный коечный фонд – 14%, при норме не менее 50%. Открытым остается вопрос применения штрафа в отношении тех, кто не соблюдает требуемые эпид-меры. На уровне области такое решение уже принято. Касается оно тех, кто не носит маски в многолюдных местах. Алгоритм административных мер в Десногорске и то, кому они будут применяться, станет известен в ближайшие дни. В условиях пандемии необходимо данные меры ужесточать, для того, чтобы и обезопасить окружающих, но и самих себя от этого заболевания. Кроме того, в Десногорске предлагается использовать лучшие практики по противодействию пандемии, которые показали свою эффективность в атомных городах. Примерный план мероприятий уже находится в распоряжении главы города. Я рекомендую очень его взять за основу, чтобы, во-первых, проверить, все ли вы учли с точки зрения системного подхода к этой работе. А с другой стороны, может быть, вы предложите что-то свое, привнесете. Среди прочих городских задач отмечено завершение наладочных работ на подачу тепла в жилые дома. На это ушло около 10 дней. Школьные каникулы идут по расписанию до конца текущей недели. Дистанционное обучение для новых классов учащихся не предусмотрено. В Десногорске активно действует волонтерская акция «Протяни руку». Мероприятие стало частью городских превентивных мер против коронавируса. Волонтеры оказывают помощь с доставкой лекарств тем, кто самостоятельно сходить за ними не имеет возможности. Это люди 65+, ковид-больные и инвалиды. Теперь наши добровольцы будут развозить данным людям лекарственные препараты, которые они получали ранее по рецептам. Акция проходит при участии медсанчасти номер 135 Десногорска. Медучреждение подготавливает лекарства для каждого пациента, который стоит на учёте. А задача волонтеров – доставить медицинские наборы до дверей горожан. Сегодня мы работаем в составе четырёх волонтеров из волонтерского штаба города Десногорска. Сегодня у нас 12 адресов по очень разным микрорайонам, то есть очень большая расстановка по городу. Мы разносим лекарства, соответственно, по рецептам. Таким способом волонтерам удается взять на себя часть забот медперсонала, которые связаны с выдачей медицинских препаратов. Кроме того, удается минимизировать и случайный контакт больного с горожанами на улице, доставив лекарства к нему домой. Акция «Протяни руку» уже получила положительные отзывы у десногорцев. Безусловно, это великолепно. Они сохраняют мне жизнь, здоровье. Так что от души спасибо огромное. Доставка лекарственных препаратов добровольцами штаба осуществляется по будням с 17.30. Телефон горячей линии 8 920 310 88 03. Мероприятие действует до тех пор, пока это будет необходимо. В конце выпуска о погоде. 30 октября в Десногорске пасмурно. Возможен дождь. Днем плюс 9, ночью до плюс 7. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин